Торнадо Энерджи 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 Если хотите такой себе стиль, в описании найдёте, как его скачать и установить. Теперь идём дальше. Что я хотел рассказать вам, ребят. Дело в том, что в Китае где-то 2,5 года назад клиент игры замер в патче 9.22, и патч 1.0 там так и не вышел. Какие-то там тёрки у компании Wargaming с распространителем на территории Китая, с какой-то там фирмой, я уже забыл, как она называется, Куэджон или что-то такое. Вот, начались и, короче, обновления китайцы так и не увидели. Сейчас вроде бы как другой будет посредник. Дело в том, что по китайским законам, насколько мне известно, ни одна компания иностранная не может напрямую выйти туда и продавать. То есть у них должен быть представитель, который, ну, является китайским. И вот они там устанавливают собственные правила. Они могут продавать, например, танки из прокачки, они могут продавать танки, которых у нас, например, вообще в клиенте нет. Там Вафентрагер они приняли решение продавать. И я очень надеялся на то, что в Китае такой фигни не будет, что там продаются танки 10 уровня, там продаются танки за глобальную карту, и там продаются премы 10 уровня. Я думал, что когда будет новый партнёр Wargaming, когда, наконец, дело в том, что в 2020 году должен в Китае выйти, наконец, полный патч, вот, с новой графикой, со всем. Они же до сих пор в старой графике сидят со старыми характеристиками танков. Короче, брошенный клиент. Вот, всё должно новое выйти, что, ну, может быть, вот этот вот конский донат там будет прекращён, но нет. Если разработчики уже разрабатывают уникальную технику для Китая, премиумную тем более, то, я думаю, вот то, что любят очень китайцы, это, ну, подонатить, у них будет получаться просто великолепно. А с другой стороны, ну, не было бы спроса, никто бы, наверное, этим не занимался. Но, знаете, что меня удивило в этом танке особенно? То, что это уже не просто, грубо говоря, премиум танк, да, взяли тот же танк с теми же характеристиками, и просто сделали его премиумным в красивом стиле. Мы такое видели не раз, там, ВЗ-113, Бэйджин, Коопера, вот там, у них всё это есть. Тайп 59-й гол, да, который там фармит, ну, и просто выделяется. Но по характеристикам это обычный тайп, между прочим. Так вот, здесь разработчики пошли дальше. Дело в том, что характеристики этого танка изменены. И, на мой взгляд, они изменены в сторону нагиба. Смотрите, если у обычного танка ДПМ не меняется, то есть и там, и там где-то 2700. Но у обычного ВАЗика Альфа 490, а здесь Альфа сразу планируется 560. У меня вопрос, эта Альфа планируется с учётом того, что разработчики планируют в будущем у нас менять характеристики танков? Я думаю, нет, потому что здесь и голда имеет Альфу в 560. Получается, что у этого танка просто-напросто больше Альфа. Башня быстрее поворачивается. Стабилизация лучше. Лучше, если у обычного танка 0.18, то у этого 0.15. Смотрите сами. По мне, так это где-то, ну, на четверть лучше стабилизация. Больше Альфа. Да, ДПМ тоже. То есть танк при большей Альфе дольше заряжается. Поэтому количество выстрелов, которые он успевает сделать в минуту, меньше. Но при этом это шот 560, извините меня, это не 490. Плюс это ещё према, а према у нас в игре фармер. Ладно. И кто только перемотал там видос на середину, да, на всякий случай напомню, что это не у нас, это в Китае. Но вы знаете? Кто его знает, да? Всё, что реализовано в клиенте игры, рано или поздно может появиться и на других серваках. Я не думаю, что у нас такое введут как минимум в ближайшее время. Но, тем не менее, я уверен, абсолютно уверен, что если будут продавать премы там 9-го, 10-го уровня, спрос на них будет большой. Потому что, ну, према 8-го уровня уже всем надоели. А если у тебя будет возможность играть в хай-энд контент, да, то есть в высокоуровневые бои, и при этом ещё и фармить, я думаю, все с удовольствием на это подпишутся. Насколько это будет адекватно для игры, с учётом того, что у нас 8-й и 10-й уровни сейчас просто перегружены по боям. Кого им в бои подкидывать, это другой вопрос, да, он более сложный. Но, в принципе, это всё, что я хотел про WZ-111 Целинь рассказать. А ещё раз говорю, каждый себе может этот модик скачать и поставить вот в таком вот красивом стиле поиграть. Но ещё раз говорю, видеть его будете только вы. Ещё один момент, касается он Т-30-го, американский тяжёлый танк 9-го уровня. Я всё пытался у разработчиков выпытать, мол, ребят, почему вы вот решили на юбилей танков сделать именно красивый, просто офигеннейший 3D-стиль, а именно на Т-30-го? Ну и мне сказали что-то типа на уровне этот танк один из самых популярных, плюс это дань истории, потому что этот танк появился сначала в игре как тяжёлый танк 10-го уровня, потом переехал как ПТ-шка на 9-й уровень, ну и вообще у него нелёгкая такая судьба, он никак не мог определиться, кем он является, да, он и ту, и ту роль выполняет, в принципе, неплохо. И даже сейчас, являясь ПТ-шкой, он часто отыгрывает на позициях тяжей и делает это хорошо. Альфа 750 это такая весомая альфа, плюс на 9-м уровне, ну в общем, Т-30-годная машина, конечно, она уже подустарела, но тем не менее в новом стиле она просто прям офигенно освежительна, освежи... блин, её внешний вид освежился. Причём у этого 3D-стиля есть, ребят, и авиационный пулемёт Вулкан, и классический М60, и чё только на него поненавесили, и дымовые гранаты, и какие-то запчасти, и маск-сети, в общем, красивый стиль, и самое главное, что уже сейчас вы его можете начать встречать в рандоме, потому что сейчас идёт третий этап юбилейных вот этих вот задач, и сейчас уже многие игроки выполняют эти задачи, будут получать золотые ключики, и за 3 золотых ключика как раз открывать этот стиль. Даже если вы, кстати, ещё ни одного этапа не делали, вот ещё будет впереди 2 этапа, плюс этот, вы всё равно до конца празднования десятилетия можете успеть заработать 3 ключа, но уже прямо сейчас надо тогда начинать и ни одного этапа не пропускать. И тогда вот этот стиль на Т-30 у вас будет. Причём стиль, это не значит, что вам дадут Т-30. Я вот сегодня себе покупал Т-30, чтобы надеть на него стиль. Но не расстраивайтесь, и даже если вы сейчас уже хотите в красивом Т-30 кататься, его уже завезли в клиент игры, этот стиль, а значит, с помощью нашего модика, который заменяет стили, да, активирует их на танки, и вы можете его активировать и кататься с ним, наслаждаясь всеми его спецэффектами и красивостями. Единственное, что, игра будет думать, что вы в этом стиле, но сервер не будет об этом знать, поэтому для всех остальных вы будете выглядеть так, как вы будете выглядеть в ангаре, то есть то, во что вы оделись, камуфляж или без него, следите за этим внимательно. Это лишь мод. Он не может стащить у разработчиков 3D стиль и подарить его вам. Кстати, чтобы загрузить в клиент игры этот 3D стиль, сегодня, сегодня у нас еще среда, в среду вышел микропатч 1.9.1.1, который сломал все моды, ну и подгрузил, плюс еще фановый режим на штурм-тиграх, поиграйте, ну, быстро надоедает, но режимчик фановый, если привыкнуть к нему, можно получать удовольствие, но больше пары боев в день там делать реально нечего. В общем-то, вот, и все, что я хотел рассказать сегодня. Надеюсь, вам было это интересно, задавать свои вопросы, и, кстати, вот вам два победителя с прошлого ролика, думали я забыл, нет. И напомню, что все, кто хочет принять участие в раздаче голды, оставляйте свой комментарий под этим роликом, в конце комментария пишите свой танковый ник, ну и если лайкосик прожмете, мне будет очень приятно. На этом у меня на сегодня все, спасибо, что смотрели, и до скорых встреч. До встречи. До свидания.